Смотрите, не получался у нас заезд с углового. Места мало, да? Смотрите, что здесь разводится. После двух непростых встреч с командами Франции и Нидерландов появилась возможность немного сбавить темп, так как в календаре игр значился матч России-Беларусь. Однако наученная предыдущим опытом с голландцами, команда России не расслаблялась и готовилась к матчу. Волнение есть, я считаю, перед каждой игрой все равно. Как правильно оно говорит руководство, соперника нельзя недооценивать, поэтому все равно, кто бы это ни был, все равно это волнение есть, больше или меньше степени. В первом периоде на поле основной состав. Сразу после начала пробивает штрафной Владимир Соснецкий. За ним забивают Сергей Крошко и Иван Крестопа. Второй период еще более результативный. В первом периоде по два мяча записывают на свой счет Антон Гусев и новичок турнира Семен Халин, который уже заждался своего выхода к соперникам. Да, конечно, ждали. И я ждал, и все мы были в автовом составе. Ну, эмоции, конечно, было огромнейшее желание. Что-то показать, так как первый раз, что-то доказать. Вот. Ну, как бы, хорошо, что все получилось. В третьем периоде счет увеличился до десяти. Два мяча забил Рома Дицина и один Анатолий Касьянов. Но, наконец-то, удалось размочить счеты белорусским игрокам. Кстати, забил гол Вячеслав Лемешевский. Легионер, представляющий ипатовский клуб «Колос». Белорусов полностью поменялся состав. Ребята все молодые. Это первая сборная некоторых ребят. И я думаю, что с каждым годом они будут добавлять. Есть потенциалы. Белорусы заиграли в четвертом периоде. А может, просто наши игроки расслабились. Мы забили один мяч, а получили в ответ три. Итог встречи – 11-4. Ну, а что в сухую не получилось? Все-таки четыре мяча – это прилично. Не получилось. Ну, не знаю. Первый рикошет, потом как-то с паса пропустили. Как-то не знаю. Ну, они тоже не слабые ребята. Может, мы чуть расслабились. Хотелось, чтобы никто не хотел получить травму, как говорится. Никто до последнего не сражался. Счет уже был большой. Мы понимали, что они нас не догонят. Нас не догонят. И это правильно. Но такое утверждение еще придется доказывать в игре с хозяевами турнира. Елена Бабина, Сергей Ларин, Видное ТВ.